Друзья, всем привет! Мы с вами продолжаем выживать в Ark Survival с модификацией Archaic Concession. Как помните, в прошлом выпуске мы себе преволюционировали нашего тираннозавра до бета-тираннозавра. И чтобы следующую эволюцию получить, нам нужно с вами 1200 как раз убийств. И пришло огромное количество там предложений, советов, как это можно сделать, потому что действительно 1200 убийств, вы сами понимаете, сколько это время занимает. То есть, самый распространённый из них был сделать ферму там додошек или каких-то мелких существ, которые будут постоянно спауниться. То есть, они не то что спауниться будут, а, например, додошки будут нести яйца, из них будут вылупляться как раз очень быстро, ну, потому что у меня большие рейты. Быстро будут вылупляться птенцы, птенцов не клеймить, то есть, они будут дикими. И потом там где-нибудь раз в полчасика, раз в час подходить, всё это так, кусь-кусь, быстренько съел, 100-200 штучек получил. Но только, конечно, с додошками здесь ничего не получится, да и на самом деле с выдрами тоже, потому что выдр и додошек на выжженных землях нету. Я на тебя могу ехать? Могу. Но если мы с вами приручим большое количество тушканчиков и поставим их на блуждание, точнее, не на блуждание, а на спаривание, по идее, должно получаться довольно-таки большое количество детёнышей тушканчиков. То есть, у них очень маленький промежуток будет между спариваниями, там будет буквально одна минута. Если мы с вами приручим хотя бы штук 20 тушканчиков, я думаю, что может получиться очень неплохо. Я сейчас только что одного тушканчика здесь грыз, не нужно было этого делать, пить хочу. Давайте из Мерлотопса попьём. Давайте из Мерлотопса попьём воду. То есть, нам с вами сегодня в первую очередь нужно будет как раз этим заняться, потому что иначе мы с вами будем с каждым существом очень долго мучиться, и абсолютно не будет получаться по-быстрому здесь набивать себе убийство. Я вон уже вижу от первого как раз тушканчика. Там ужасная птица. У меня есть, в принципе, волос, так что всё хорошо. Так, давайте быстренько его усыпим, друг мой. Засыпаем. Вот тебе ягоды. Я думаю, что две хватит. Ну ладно, положим чуть побольше. И, в принципе, ужасная птица. Ужасная птица, подожди. Можно было бы приручить. Блин. Я не виноват. Это просто тушканчик приручился. Держи. А ты стой. Вообще, на самом деле, даже не то, что стой, давай на плечо. Я не помню, сколько у неё оглушения, хотя, чего париться, даже могу посмотреть на самом деле. Оглушение у неё 498, потому что она 12 уровня. В принципе, можно на самом деле вот таким образом поставить в этот загон кого угодно. Любое существо, которое будет довольно-таки часто нестись и будет инкубироваться, ну там, предположим, при наличии буквально одного факела, да? Тогда это сработает. Ужасные птицы под эту категорию подходят? Я думаю, что, в принципе, да. То есть, на самом деле, можно любое вот такое существо, которое довольно-таки быстро инкубируется, которое быстро как раз появляется, и дальше оно просто там будет бродить. Вот только вопрос. Ужасная птица дикая, она же может оказаться как раз агрессивной, и это плохо. То есть, нужно что-то такое простенькое. То есть, то, что будет размножаться в большом количестве, не будет грызть других существ. Но с как раз ужасными птицами это нужно будет протестировать, потому что я, честно говоря, не уверен. Ты кушать будешь? Всё, хорошо, она съела. Я на тебе ехать не могу, потому что у тебя слишком маленький носимый вес, но ты у меня будешь как раз для спаривания. Пошли. Стой здесь. То есть, я так думаю, что мы с вами можем вот это вот место. Я вообще, как говорил, что хочу всё это дело немножечко отрезать стеной. И, честно говоря, стена у меня должна была идти, начинаясь от дома. Нам прям гигантских размеров загон не нужен. То есть, по большому счёту, я просто хочу попытаться сейчас вот сюда присоединить. Но, на самом деле, это не самая лучшая идея, мне кажется. Он должен стоять отдельно. Я так думаю, что нам с вами гигантский загон не нужен. Сейчас нужно всё это чётенько подсоединить к друг дружке. Чтобы всё было очень ровно. То есть, смотрите, это получается 4. 4 на 4, я думаю, хватит. Хотя, я не знаю, сколько в нём существ может поместиться. Ну-ка, сюда. Может быть, 4 на 5, как вариант. Ну-ка, 2. Сейчас посмотрим, насколько это большой загон получается. А это у меня здесь жемчуг рядом с домом. Красота. Я не обратил внимания, что рядом с домом у меня есть жемчуг. Класс. Обалдеть. Я там собирал жемчуг. Ладно, на самом деле, это прикольно. Я же говорю, что я вот в этой области, на самом деле, толком не выживал ни разу. Однажды я выживал вот на той горе. Вот там наверху у нас база была. Точнее, двойная такая база. Мы там виверн нарастили. Мы там её построили, потому что приходило очень большое количество китайцев. И у нас тогда на тот момент было огромное количество виверн. Так что слетать до Красного Обелиска и собрать немножко там жемчуг вообще никаких проблем не было. И этим, на самом деле, занимались абсолютно другие ребята. А тем более, жемчуг мы вообще не собирали. Потому что это был примитив. Ну, как примитив. Электричества не было. Так что мы тогда жемчуг абсолютно не собирали. Ну что, 5 на 5? Ну, если будет маловато, то мы с вами построим чуть-чуть побольше. Так. Я совершенно забыл. Я как раз начал говорить о том, что мы выживали на примитиве, в пустыне. И вспомнил, что мне нужна сейчас броня. Так что жемчуг пошел сюда. Кристаллы уже здесь. Естественно, броня, пустынная одежда. Давайте делать. Полный комплект брони. И можно, кстати, одну шапку сделать для тушканчика. Тем временем, пока я занимаюсь всем этим великолепным строительством, мы можем с вами, знаете, что еще сделать? У меня же вот здесь вот лежит яйцо Ютирануса. Ну, маленькое, правда. И яйцо Тираннозавра. Вот Тираннозавр 72. Мы можем их взять и просто поставить вот сюда инкубироваться. Я совершенно про это забыл. Давайте скидываем. Так, зажигаем огонь. Слишком холодно. Инкубация пошла. Инкубация пошла. Здоровье вроде не падает. Здесь 4 минуты. Да, и здоровье не падает. Нормально. Как видите, все очень быстро. Опять же, вроде четко рассчитал с заборчиками. Но это нужно сейчас посмотреть, как это будет выглядеть. Но, по идее, отсюда тушканчики не должны убежать. То есть они будут бродить же. Выбраться они отсюда не должны. И на Тираннозавре переступить и съесть их тоже никакого труда не составит. Так что давайте сейчас это дело сделаем. У нас с вами их получилось сколько? У нас 5 на 5, то есть 20. Значит, мне нужно буквально... У меня камень же закончился. Да, камень закончился. Буквально еще 9 штучек. И у нас получается вот такой загон, через который, в принципе, можно перепрыгнуть. Да, мы спокойно перепрыгиваем. Вопрос заключается в другом. Выберутся ли оттуда тушканчики? Давайте это, кстати, протестируем. Мы можем кинуть туда парочку тушканов. Поставить их на блуждание. Я, честно говоря, вообще не помню, можно ли их вот так вот скрещивать. То есть будут ли появляться детки. Вроде как можно было. Честно говоря, не помню. Я, наверное, их даже ни разу не скрещивал. Так, ребятишки, пошли сюда. Давайте. Поведение, включить блуждание. Поведение, включить блуждание. Просто протестируем. Можно также листрозавриков сюда поставить. Листрозаврики, правда, будут яйца нести. Так что нужно будет какое-то тепло сюда притащить, чтобы эти яйца инкубировались. Но это тоже как вариант, потому что они тоже должны очень часто, очень быстро плодиться. То есть у нас теперь есть хорошая защита и от жары, с одной стороны. А с другой стороны будет хорошее удержание как раз влаги в организме. И также я немножко подзабыл, что нам с вами нужны термошкафы. Сколько мы с вами сделаем? Штучки три пускай будет. На самом деле мне так много не нужно, двух было бы достаточно. Ну ладно, пускай будет три. О, я слышу, что наверху уже начался топот. Термошкафы пошли сюда. Бегом все это дело клеймить. Окей. Стоять. И где-то здесь... О, еще маленький Тюранус. Шикарно. И ты тоже стой, пожалуйста. Так, хорошо, с этим мы с вами разобрались. Да, стоять. Секунду. Поведение, отключить блуждание. Поведение, отключить блуждание. Всем стоять. Все, стоим мы. Ребята, стоим здесь. Мясо у нас с вами пожарилось. Первосортка тоже. То есть это все с вами быстренько забираем отсюда. Даже уже немножко протухнуть успело. Зашибись. На самом деле ничего в этом веселого нету. И нам с вами нужно, если не ошибаюсь, немножко нефти. Где у меня еще нефть была? Где-то была еще нефть. Я куда-то выкладывал, уже просто не помню куда. Потому что у меня у самого сейчас 29. Так что закидываем с вами сейчас быстренько сюда все это добро. Это пошло сюда. Это пошло сюда. Это еще не все. Нам, безусловно, нужна с вами селитра. Где она? Селитра у нас с вами была завались. Пошла сюда селитра. То есть процесс мы с вами запустили. Но селитра это тоже еще не все. Нам с вами еще нужна неочищенная соль. И если не ошибаюсь, где-то здесь в горах я как раз соль видел. У ребяток что происходит? 2 минуты 15 секунд. Здесь тоже 2 минуты. Я думаю, что мы с вами в принципе успеваем. В общем, тираннозавру я внимания уделил. Все нормально. И сейчас он там стоит, ждет следующего деления. Нам с вами нужна соль. А вот тиранус погиб, потому что не положил в него еду. И 16 уровня на самом деле нам не нужен. Потому что он очень маленький. Нам никакого толка от него не будет. Следующего постараемся найти более высокоуровневого. Ой, альфач. Чуть бы он на меня не забрался. А побежали-ка отсюда. Я зря на самом деле напал. Он жесткий. Хоть у нас с вами бета-волк, но ничего сделать с ним не может. Я думаю, что он сейчас от меня отстанет здесь. Вот тут вот наверху должна быть соль по-любому. Да, вон соль. Замечательно. Следует за мной, нет? Нет, не следует. Все хорошо. Давайте сейчас быстренько собираем и чешем отсюда. Ну вот. Чуть было сейчас еще и волка не потерял. Ну ладно, все нормально. Так. Я сейчас могу здесь спокойно спуститься, я думаю. Да, вполне. То есть мне, естественно, сейчас домой не нужно ехать точно так же, как я шел сюда. Потому что мы можем просто отсюда прыгнуть. И долететь почти туда, куда нам нужно. Все хорошо. Все живы-здоровы. Печальная, конечно, история с Утиранусом. Но да ладно, давайте сейчас с вами быстренько закажем соль. Пускай крафтится. Дальше. Я так понимаю, что тебе нужно снова уделять внимание. Он 72-го уровня. Этот 76-го. Чуть-чуть осталось до уделения. В принципе, здоровье, мне кажется, точно такое же, как у этого. Что-то у нас с тобой получается. Я вот там вдали вижу сейчас еще одного тушканчика. Секунду. Сейчас мы туда отправимся. В принципе, мне кажется, я успеваю уделить внимание 100%. Опять на прогулку замечательно. Мне кажется, я успеваю 100% привязанность с ним организовать. Ну-ка, давай бегом за мной. Нужно было следование поставить на наименьшее. Господи, я об этом не подумал. Есть, хорошо. Все нормально. И вот здесь вот только что я видел тушканчика. А еще нет, этот археоптерикс. Это неинтересно. Ну-ка, вот только что я его видел. Археоптерикс. Вот, тушканчик, самочка первого уровня. Замечательно. Все. То, что нужно. Так. Главное тебя не забить. Все, хорош. Держи тебе ягоды. Она приручается. Отсвестим ее, чтобы она никуда не ходила. И побежали домой. Мы сейчас с вами протестируем вообще, они спариваются или нет. Потому что это прям очень важно. Давай, шуруй туда к девчонке. Включаем поведение спаривания. Поведение спаривания. Процесс пошел, нет? О, пошло спаривание. Просто она очень далеко от него стояла. Все, хорошо. Должна была стоять ближе, я понял. Давайте я тоже сюда поставим. Спаривание идет. Ну, не то, чтобы прям очень быстро. Но, достаточно быстро. Если они сейчас нам будут давать там самочек и прочего. Они же будут очень быстро взрослеть, по идее. И мы с вами сможем дальше организовать этот процесс спаривания. Зараза, почему такое ощущение, что я не успеваю, а? Вяленое мясо. Но у меня нету вяленого мяса, друг. Моя, она еще не приготовилась. При всем желании, ему еще готовится минут 15. Да. Ему еще готовится минут 15. Кстати, хорошо, что ты мне напомнил. Но не будет 100% привязанности. Нам с вами нужно взять вот это добро. Чуть-чуть разложить. И закинуть вот сюда. То есть, сейчас у нас с вами хранится 4 часа. Теперь у нас хранится 8 часов. Ну, то есть, просто на всякий пожарный. Каждое по 2 минуты, по 2 часа, да? Испортится через 2 часа, да. То есть, этого хватит очень надолго. Все, хорошо. С этим разобрались. Остальная соль пускай здесь будет. И погнали с вами. Ну, то есть, все. С тем тираннозавром закончено, с тем не повезло. Погнали к тушканчикам смотреть, что здесь происходит. Потому что я ни разу не видел, как они рождаются. Беременность. То есть, у нас с вами минуту или там полторы-две минуты шло спаривание. 2 минуты беременность. Ну, то есть, естественно, у меня здесь повышенные рейты для этого дела. Можно, кстати, еще быстрее сделать. Я, наверное, да, действительно, еще немножко ускорю, чтобы все это побыстрее шло. Мне просто важно еще посмотреть, какой будет промежуток между беременностями. Это раз. А во-вторых, будет ли хватать тушканчику той пищи, с которой он рождается, на то, чтобы повзрослеть и не умереть. Потому что, если они у меня тут будут умирать, это будет вообще печально. И, кстати, вот сейчас, глядя на этих тушканчиков, я понимаю, что, кажется, нужно в два раза расширять этот как раз загон. Остается всего 5 секунд. Ну-ка. Господи, какая это милота. Стой. Становись, негодяй. Да стойте, говорят, заклимить. Господи, я вообще впервые вижу его. Ты посмотри. Ты посмотри на него. Ты посмотри на эту милоту. Черт, мне придется жрать эту милоту сотними. Я себя ненавижу. Взросление. 6%, 7%. То есть, нам с вами самое главное сейчас проверить, чтобы вот этой еды хватило на полный цикл взросления, чтобы он не умер. Потому что, если ее не хватает, то все это обламывается. 10%. А еды 35. Как вариант, можно понизить потребление еды у детенышей. Вот именно оно просто в настройках сервера. То есть, возможно, придется это сделать. Кстати, промежуток был очень маленьким, просто мизерным. Уже пошло следующее спаривание. Но вот здесь, конечно, проблемы. Здесь проблема в том, что еды, видимо, не хватает. 7 единиц, 6,9. То есть, либо нужно ускорять, еще ускорять заросление, либо потребление еды у детенышей, как вариант. В общем, подкрутил я немножечко потребление еды. Потребление еды упало почти в ноль. То есть, теперь все хорошо. И это вот ушкана. Ну, я не знаю, можно забрать себе. Потому что, ну, этого малыша мы с вами есть не будем. Этот малыш пускай остается здесь. Ну, и тем более, нам с вами сейчас нужны самочки. Побольше самочек. Вроде нормально потребление, да? То есть, вот при таком потреблении должно существо выживать и полностью взрослеть. Оно потребляется где-то ноль. Ну, то есть, одна десятая пищи. Давай, съедай. Он даже ее не ест. Вот, потратил на несколько процентов. Должно хватать. У вас тут как дела? Там беременность 30 секунд. Все хорошо. Так, тебя. Нет, ну, пока что ладно. Пока что сиди здесь. Мы даже с ним привязанность подняли до 100%. А вот здесь вот, я надеюсь, сейчас появится девочка. Ну, если не появится, то пойдем приручать. Потому что нам с вами нужно большое количество девочек. Самцы, в принципе. Ну, нет, и самцов тоже. Нам нужно, чтобы прям большая арава стояла и несла нам плоды своих спариваний. Как это по-другому назвать, я не знаю. Тушканчиков, в общем, рождали нам. Давай. Пожалуйста, будь девочкой. Вот, слушай, он-то прям-то вылезает так из нее. Ее, господи, на это больно смотреть. Это действительно девочка. И вот на ней мы с вами сейчас проверим. 53. На 2%. Но мне кажется, этого должно хватить. Опять же, когда они вырастают, у них голод полностью восполняется или нет? Вот это очень важно. Ты у нас на 100% уже все привязанность есть. То есть больше никаких потребностей. Тушкан у нас с вами взрослеет. И в этом проблема, что еда, как видите, остается вот на этом прежнем уровне. То есть, на самом деле, нам с вами нужно будет регулярно заходить, съедать всех детенышей. Просто потому, что иначе у них еда будет заканчиваться. И я представляю, какой постоянно дикий, безумный крик отсюда будет идти. Ведь они постоянно будут орать, если какая-то погода будет меняться. Ну, какие-то там, не знаю, катаклизмы начинаться. Они будут постоянно здесь орать. 23% и 50 единиц еды, да? Ой, я не на того посмотрел, секундочку. Ну-ка, тебя. Да, 50 единиц еды, то есть здесь все хорошо. Нам, на самом деле, нужны еще самки. Тираннозавр полностью вырос, 72 уровень. По здоровью и урону сложно понять, это сейчас дело нужно тестировать. У того тираннозавра 1150, у этого 500. Ну, типа такое. Естественно, его нужно проэволюционировать, но я на нем никуда ездить не буду. И вот такой еще момент. А нужно ли вообще всю вот эту привязанность с ними, ну, создавать? Потому что потом же мы его с вами эволюционируем в бета, в альфу. И там уже, если не ошибаюсь, привязанность исчезает. Сейчас мы с вами проверим это дело. Потому что, мне кажется, она уже никак не отражается на вот этом существе. Ну-ка, здесь никакой привязанности нету. После эволюции это все дело исчезает. И на статистике, мне кажется, абсолютно не влияет. На самом деле, у нас с вами сегодня просто замечательный прогресс. Единственное, нужно начать заниматься стеной. Но на это мне понадобится в большом количестве песок. Как раз кактусы. Все буду потихонечку добывать. Секунду. Стой. Не нужно никуда ходить. Зачем вообще слезать от тебя? Самочка. Все замечательно. Нам нужны самочки. Самочки в большом количестве нужны. Самцы у нас с вами есть. А вот самочками беда. Так. Принять. Подбираем тебя. Потащили домой. Что у нас здесь с вами происходит? Еще одна самочка, да? Ты повзрослела. У тебя нет еды. Вот еду придется в них закидывать. Естественно, чтобы они отъедались и здесь не умирали. То есть у тебя тоже поведение включить спаривание. Спаривание пошло. Спаривание пошло. Но, естественно, мне сейчас будет не хватать самцов немножко. То есть вот того самца, на самом деле, можно взять и принести сюда за компанию. Потому что они же не могут одновременно спариваться с двумя самцами. То есть две самочки с одним самцом. Я это имел ввиду. Тебя скидываем сюда. Поведение. Включить спаривание. Готов. Спаривание пошло. Все хорошо. То есть у нас уже начался процесс. Там у нас, пожалуйста, не следовать. Не следовать. И, естественно, поведение. Отключить блуждание. В принципе, можно в самом начале вот этим всем самочкам положить еды. Чтобы, ну, все было хорошо. Чтобы они у нас с вами не загибались. И отправляемся с вами приручать следующую. То есть сейчас в первую очередь всех, которые у нас с вами будут рождаться, мы будем оставлять, чтобы они потом уже несли потомство. А их потомство будем кушать. У нас уже пошла с вами следующая как раз череда детенышей. Ну-ка, заклемить. Принять. Еще одна самочка. Замечательно. Кстати, это на самом деле хорошо, потому что мы с вами уже такое проходили совсем недавно. Там у нас другая стыра была. У нас был промежуток между спариваниями. Я не помню, кого-то мы с вами выводили. Так вот. Промежуток был из-за того, что как раз промежуток в беременности есть. И, соответственно, у них тоже будет промежуток в беременности. И один самец, его хватает на двух самочек. То есть они как раз успевают по кругу всех оплодотворять. Это самочка и это самец. Ну, как видите, здесь, в принципе, все неплохо. То есть мы с вами быстренько закидываем сюда ягоды. Этих мы с вами, естественно, будем кормить. Здесь где-то вон там еще один детеныш. Тоже самочка. Тебе тоже сейчас закидываем. Единственное, что всем стоять. Поведение. Отключить блуждания. Нужно сейчас просто будет этим заниматься. Сидеть, их спаривать, скрещивать. Чтобы получалось прям огромное количество как раз тушканчиков. Но уже этим буду заниматься за кадром. Сегодня вечерком. Постараюсь сегодня сделать как можно больше. И дальше они уже будут давать детенышек, которых мы с вами будем съедать. Но что поделать? С другого выбора просто нет. Иначе у нас с вами никаким образом не получится для этой модификации набирать большое количество убийства. Но на этом сегодняшний выпуск давайте завершим. Сегодня была как раз сделана ферма тушканчиков. Сделали себе броню. Приручили там ужасную птицу. На это, в принципе, не интересно. У нас уже началось производство вяленого мяса. Соответственно, есть жареное мясо. Здесь что происходит за все это время? Здесь уже на самом деле все должно быть хорошо. Здесь уже пошло плодоношение. Пускай идет. 47 тысяч. 47. Все хорошо с удобрением. На самом деле нужно сделать будет еще грядок. Еще сюда, естественно, посадить, чтобы они росли. Впервые мы на самом деле с вами занимаемся вот таким вот делом. Впервые мы в Арк Сурвайвл занимаемся фермой животных. И это на самом деле прикольно. Если понравилось, пожалуйста, поставьте лайк. Не забывайте подписываться, чтобы не пропускать новые выпуски. Удачи, друзья. Пока. Увидимся в следующем. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok